Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях об угрозах жизненным интересам и о самом тяжелом предстоящем периоде для Сербии, не указав, о чем именно идет речь. Я процитирую. У Сербии впереди тяжелые дни. Мне сложно сейчас сказать о том, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они напрямую угрожают жизненно важным национальным интересам и Сербии, и Республики Сербской. В ближайшие дни я ознакомлю сербский народ со всеми вызовами, которые ждут его впереди. Это будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем сражаться, Сербия победит, написал Вучич. Версии в нашем эфире обсудил мой коллега Павел Анисимов с профессором МГИМО, доктором политических наук, историком Еленой Пономаревой. В сербской прессе две версии озвучиваются. Первая, но наиболее вероятная, что речь идет о возможном голосовании на Генассамблее ООН по вопросу признания событий 1995 года в Сребренице геноцида мусульман со стороны сербов. Это означает автоматическое признание Республики Сербской и сербов, ответственные за это, и аннулирование статуса Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Вторая версия, то, что полученные президентом Сербии тревожные новости могут быть связаны со вступлением Косово в Совет Европы. Но все-таки большинство говорят, что по уровню первая версия перевешивает. Ваше мнение, о чем идет речь? Ну, конечно, оценить заявление Александра Вучича о грядущем тяжелом испытании, которое действительно сулит по его высказыванию очень большие проблемы для национальной безопасности именно двух сербских государств Республики Сербской и Сербии, без какой-либо конкретики сложно, конечно. Но, тем не менее, можно спрогнозировать и попробуем. И вот действительно несколько причин я бы выделила. Но на первое место я бы все-таки поставила обострение Косовского вопроса именно из-за форсирования западными игроками процесс уступления самопоразглашенной и частично признанной Республики в Совет Европы. Напомню, что ранее в случае развития такой ситуации Вучич обещал рассмотреть возможность выхода Сербии из состава Совета Европы. А что это означает, поскольку очень много донорских программ и иных возможностей связывать сегодня современную Сербию с Евросоюзом? Это, конечно, обрушение значительной экономических, культурных, информационных, всяких политических связей. Поэтому здесь надо, что называется, посмотреть. Заседание Комитета по политическим вопросам и демократии Парламентской Ассамблеи Совета Европы о приеме Косово как раз вот назначено на среду 27 марта. Но важно, что еще в этой связи может быть обострение внутри Косово ситуации, связанной с угрозой жизнедеятельности, конечно, сербов, которые там еще проживают. Возможно, здесь речь идет о каких-то условиях, которые выдвинуты, собственно, Сербии по вопросу ее невыхода из Совета Европы, если все-таки Косово туда войдет. Что-то нужно будет сделать. Но это вот первый момент, наиболее, мне кажется, значимый. Второй момент, касающийся голосования в Генассамблее ООН по трагедии Сребреницы. Конечно, сербская пресса делает уже далеко идущие выводы о том, что Республика Сербская Босни-Герцеговина будет признана геноцидным образованием, и то есть это и внуляет ее статус. Но, насколько мы знаем, любые решения Генассамблеи не имеют никакого юридического значения. Они носят рекомендательный характер. И, соответственно, это решение такое эмоциональное, скорее всего. К сожалению, уже давно все сербы, они виктимизированы. То есть они несут на себе след жертвенности и ответственности за все деяния, которые совершали в разные времена. Мы знаем, много было балканских войн, именно братья современной Сестре. Они все сербы ответственны за все. И это хорошо показал Галактик трибунал. Поэтому здесь тоже нужно смотреть. Но есть третья причина, которая касается изменения избирательного законодательства Боснии и Герцеговины. И так называемый турист, или мы можем ставить в кавычках высокий представитель Кристиан Шмидт, который эти инициативы выдвигает. Почему турист? Потому что ни Россия, ни Китай, как члены Совета Безопасности, не признали эту кандидатуру на пост высокого представителя. Ее, соответственно, не одобрил Совет ООН. И поэтому любые его действия, в общем-то, нелегитимны с международно-правовой точки зрения. Но, тем не менее, он там разошелся. И вот, в частности, сейчас пытается изменить избирательное законодательство Боснии и Герцеговины. Но что еще важно, что Мелорад Дуди, который является сейчас президентом Республики Севской, он находится под судебным преследованием за отрицание геноцида, который принял предыдущий ставленник Запада на послугу высокого представителя. Такой был Лайчик. Так вот, 5 апреля назначено заседание очередное по суду по Додику. И, соответственно, посмотрим, что будет по этому поводу. Но, может быть, есть и четвертая причина, прямо или косвенно связанная с Россией. С требованиями присоединения к санкциям, с обнулениям связей и так далее. Вы думаете, на Западе не внимательно смотрят на те события, которые происходят в последние дни в отношении Сербии и Республики Севской? Большая делегация в парламент Республики Севской приезжала в Москву. Проходили встречи Лаврова с министром иностранных дел Сербии и Вицедачичем. Потрясающая атмосфера царила на стадионе, на которой сражались и сербская сборная, и с российской сборной. Более того, трагедия в Кропу-Сити-Холе показала единство наших народов. Ведь все памятные мероприятия, посвященные 25-летию начала бомбардировок в Сербии, начинались с минуты молчания по поводу трагедии, которая имела место в Кропу-Сити-Холе. И поэтому здесь еще есть одна причина. Я бы назвала операцией прикрытия. 25 лет преступления НАТО, за которые они должны каяться и рвать на себя волосы, это как бы откладывается. Потому что сейчас сербам опять выдвигают какие-то требования, претензии и пытаются их в чем-то обвинить, выдвинуть им какие-то условия, которые вызывают такую реакцию президента Сербии, что это очень будет тяжело. Это просто невероятное коварство и лицемерие. В общем, в совокупности, Балканы подошли к очередному острому кризису. Да, а можно так предположить, что все эти причины, вами озвученные, они сводятся к одному. То есть требование присоединиться к санкциям против России, полноценно присоединиться. Для этого Запад, возможно, хочет убрать Александра Вычича, который всеми этими способами сопротивляется. Ну и поставив своих людей, Вашингтон и Брюссель решают еще одну задачу. То есть признание в том или ином виде независимости Косово. То есть на Белград идет серьезнейшее давление Запада сразу по нескольким направлениям для одной цели? Да, совершенно верно. Давление колоссальное. И главная задача стоит, наконец-то, решить вопрос с этим партизаном в тылу НАТО. Потому что сербы – это, безусловно, партизаны в тылу НАТО, которые имеют два вида государственности. Вот мы сказали, да, это, собственно, Республика Сербия и Республика Сербская в составе Боснии и Герцарии. По-разному эти вопросы можно решать давлением на Додика, давлением на Учича. Причем я не исключаю, что в дело могут быть запущены самые некрасивые способы. Это какой-то компромат, какие-то там, скажем, связанные с личными отношениями, моменты, документы и так далее. Потому что нету пределов коварства у западных игроков, нету никакого. И, конечно, какие-то пряники тоже выдвигаются. Но, условно говоря, вы, если сделаете это, то мы вам там в подешевке будем американский газ продавать. Но сейчас, вот когда мы с вами разговариваем, должна идти встреча Учича с представителями так называемой Квинты. Это пятерка стран, которые очень активно себя ведут на Балканах. Это США, Великобритания, Германия, Франция и Италия. И, скорее всего, я думаю, что Учич должен выступить с обращением к нации. Поэтому, конечно, мы с тревогой и в то же время с надеждой смотрим на будущее. Почему надеждой? Потому что чем закончил свой пост Александр Вучич? Мы будем бороться. И Сербия победит. Конечно, победить можно за счет, так скажем, неких уступок. Но я думаю, что не это имеется в виду. Имеется в виду сохранение все-таки какой-то мирополитической субъектности Сербии. А без России, без опоры на Россию это просто невозможно. Поэтому Вучич не раз говорил, что это последнее, что может быть, что Сербия выступит против России. Но, возможно, какие-то уступки придется сделать. Да, понятно. Спасибо большое за разъяснение, Елена Георгиевна. Елена Пономарева, профессор МГИМО, доктор политических наук, был с нами на связи. Комментировали последнее заявление президента Сербии Александра Вучича. С Еленой Пономаревой беседовал мой коллега Павел Анисимов. В Польше военные гибнут на учениях. Уже пятый боец войск специального назначения погиб в Татрах. Спецназовец принимал участие в горной подготовке, когда на военных сошла лавина. Ранее на учениях подорвались два сапера. А до этого двух военных насмерть задавила бронетехника. Командование приняло решение приостановить учения на территории страны. Подробности у нашего европейского корреспондента Сергея Курохтина. До боевых реальных действий Польша еще намеревалась проводить очень много учений. И, как мы видим, это может привести к дополнительным жертвам, безусловно. Спецназовец, который погиб в Татрах, они действительно отрабатывали катание на лыжах. И перед этим там были лавины в Татрах. Там сильный ветер, как заявили местные власти. Они предупреждали о том, что возможны лавины. И лавина сошла не столько на самих спецназовцев. Она сошла перед этим. И они, очевидно, поехали по снегу, который не так давно выпал. Ехал целый отряд. И вот этот погибший спецназовец, он был последний. И, очевидно, как-то они эту дорогу немножко разбили. Он потерял равновесие, упал вниз и, к сожалению, погиб. Незадолго до этого два сапера во время отработки подрывов тротиловых зарядов. Там произошел взрыв. Очевидно, была какая-то ошибка. И, причем, это опытные были саперы по 36 лет им. Тем не менее, вот такая ошибка была сделана. Ну и военнослужащие, когда была первая танковая бригада, проводила учения, да, они попали под боевую машину пехоты. Причем, обращу внимание, что первый горный инцидент был в Татрах. Саперы погибли в Силезии. Танковая бригада тренировалась в Варшаве. То есть, это совершенно разные районы Польши. То есть, по всей территории, так или иначе, идут какие-то учения. И, обращу внимание еще на одно, Павел, дело, мы уже об этом рассказывали, что сейчас в Европе, в принципе, идут самые большие со времени расширения НАТО на Восток, самые большие учения НАТО. Steadfast Defenders. И они начались 1 февраля и будут идти до конца мая. Причем, у них будет принимать участие 90 тысяч военных. 31 страна НАТО, в том числе, конечно же, и недавно вступившие НАТО Швеция и Финляндия. И главной целью вот этих НАТОвских учений будет отработка, как было сказано, переброса сил НАТО из США в Европу. То есть, в определенных случаях, когда это будет необходимо, чтобы эти военные были быстро доставлены, не только военные, вооружения и так далее, и так далее. Поэтому в начале этих учений были морские маневры, а сейчас все эти учения крупные, перемещаются на континент. И почему Польша вот на этом фоне проводит свои еще дополнительные, можно сказать, массовые военные учения? Дело в том, что Польше очень важно подчеркнуть свою новую роль в НАТО. За эту новую роль бились, как мы знаем, лидеры предыдущей партии Польши, партии, которая возглавляла правительство «Право и справедливость». Они очень много делали для увеличения военного бюджета Польши. Они обещали его довести, практически довели до 4%. А я напомню, что есть крупные такие страны, как Франция, Германия, которые до сих пор не могут выполнить норму в 2%. И поляки регулярно говорили о том, что они по своему вкладу в НАТО, безусловно, являются одними из лидеров. И для Польши было очень важно в последние годы, и новое правительство, кстати говоря, не меняет эту политику, подчеркнуть свое место одного из фактически лидеров военного развития НАТО. И что важно, вот в завершении этих учений НАТОвских объединенная, на последнем этапе объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО, то есть специальная руководящая группировка, которая руководит всем этими учениями, она должна была быть обустроена, ну и будет, конечно, обустроена, именно в Польше. И для поляков тоже это очень важный момент, что вот центр принятия решения здесь у нас в Польше. И, как мы видим, готовясь к этому, ну, что называется, перебрали с теми учениями, которые проходили. Да, сейчас Минобороны издало указ о том, что все учения будут приостановлены на территории страны. При этом, как было сказано, учения, которые проводятся так или иначе с вооружением, с боеприпасами, с возможностью взрывов, с военной техникой и так далее. Но если речь идет о подготовке военных к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства, тогда эти учения будут продолжаться. Вот это тоже в заявлении Министерства обороны оговаривается. Вот эти учения, самые крупные State Fast Defender, да, 24, которые сейчас будут проходить, проходят и еще долго будут проходить, они во многом, вот это их масштаб взялся не просто так, а потому что в этом году НАТО отмечает свое 75-летие. И этому будет посвящен специальный саммит НАТО, который будет проводиться, естественно, в Вашингтоне. Это будет в начале июля. И для участников этого саммита очень важно было, и я уверен, что так и это и будет звучать на этом саммите, о том, как успешно прошли самые крупные учения НАТО, как они показали готовность войск НАТО к любому развитию событий в Европе и так далее, и так далее. Не уверен, что на этом фоне кто-то, делая подобное изъявление, вспомнит о том, что во время этих учений погибали военные. Наш европейский корреспондент Сергей Курохтин о приостановке учений в Польше после ряда смертей военных. Крушение моста в Балтиморе могло стать результатом экономии. Строители не возвели специальные защитные сооружения опор моста. После столкновения контейнеровоза с одной из опор вся конструкция рухнула. Сейчас идет разбор обломков и поиск пропавших людей. До сих пор точное число пострадавших неизвестно. О причинах и последствиях ЧП в нашем эфире рассказал собственный корреспондент ВГТРК в Соединенных Штатах Валентин Богданов. Если разбираться с последствиями, то они довольно серьезные для этого порта. Это крупный порт, который находится на восточном побережье США и, как всегда, подводит жадность. Много сказано о том, что капитализм не всегда спасает, а часто убивает. Это один из таких примеров. До конца 70-х годов строили мосты американцы без защиты вот этих быков от возможного столкновения с судами. Довольно дорогая процедура надстроить такие сооружения, но они делаются постепенно. Но здесь не успели или не захотели или сэкономили 3 миллиона долларов. Цена вопроса. Теперь они будут терять по 15 миллионов долларов в сутки из-за того, что не работает этот мост. Я хорошо знаю этот мост. Я через него много раз ездил лично. Если едешь из Вашингтона в Нью-Йорк, иногда выбираешь в качестве объездной эту дорогу. Чем этот мост еще знаменит? Это последний, насколько я помню, мост, который закрывает вход в бухту. То есть, по сути дела, теперь образовался такой волнорез, такое заграждение искусственное на пути любых судоперевозок. Когда они это все вытащат из воды, когда они это все приведут в порядок, неизвестно. Ну и, естественно, к Байдену тут будут вопросы. Тут будут вопросы и к министру транспорта и инфраструктуры Соединенных Штатов Питу Бутиджичу. Я напомню, кто не помнит, Пит Бутиджич был одним из как бы соперников Байдена по предвыборной гонке. И открытый гей, человек, который каждый раз прячется в кусты, когда возникает какая-то серьезная проблема с американской инфраструктурой. Но итог таков, какой он есть. Что касается спасательной операции, до сих пор они не знают вообще, сколько людей было на мосту, сколько машин было на мосту. Знают ли, что там было шесть рабочих, которые занимались ремонтом. Но вот их судьба, скорее всего, печальна. А сколько еще людей остались в этих автомобилях, ну тоже неизвестно. В последний момент успело это судно предупредить о столкновении. Но как-то полиция там действовала, да. И, конечно, куда же без любимых теорий заговора. Уже чуть ли не стали говорить о том, что, возможно, какая-то кибератака была. Но скоро не договорятся. Собственный корреспондент ВГТРК в Соединенных Штатах Валентин Богданов. Вести ФМ. Первые о главном.